Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания А перед началом этого видео я хотел бы вам сказать, что я заколебался уже нахрен! Я заколебался от того, что я ничего не могу нормально снимать Стараюсь покупать аппараты, стараюсь делать годный контентик, но все не вывожу Если никого гребаный стыд не принуждаю Если просто хотите помочь в развитии канала, чтобы я быстрее делал проектики, мопеды тюнинговал То оставляю ссылочку на донат в описании И первые три топ-доната буду зачитывать сообщения в каждом новом видео То есть озвучивать, ну то есть в видос вы попадете определенно Вот, если кому интересно, да, ссылочка в описании Погнали смотреть наш новый убогий видос Всем привет, ребята! Перед этим видео должно было быть три рекламы Но я не такой крутой блогер И поэтому меня их, к сожалению, не взяли И я не выдержал, и все равно решил снять видос без трех реклам Все ради вас, ребятки! Обычно вы видите на моем канале обычные влоги Там, где я катаюсь на мопедах, гуляю, ем дошираки и все такое Но сегодня у нас необычнейшее видео Короче, история такая Как-то раз меня друг прокатил на спортивном мотоцикле И я захотел себе купить такой же байк И тут я подумал, что же мне делать Нужно найти где-то бабок на этот байк И, короче говоря, я нашел один сайт, на котором можно поднять бабла Ссылочка на это говно на моем втором канале Который я удалил, поэтому вы туда не перейдете В общем, я там поиграл, накопил денег И сейчас мы с вами пойдем снимать их и покупать байк Всем привет, ребята! Сейчас я иду менять свои деньги на валюту И, возможно, встречусь с продавцом мотоцикла И отдам ему деньги этой валютой местной И, в общем, тут я приехал к владельцу этого мотоцикла Но он попросил его не снимать, потому что он серьезный парень и работает в ФСБ Так, вот Вот, еще И вот По-моему, тут все Все? Поехали за мотоциклом? Покупал я этот мотоцикл вслепую Я даже не видел ни одной фотографии Потому что, ну, я думаю, все так покупают мотоциклы И, в общем, когда я отдал деньги Меня привезли на точку И я увидел свой новый байк Мои эмоции были просто непередаваемые, ребята А масло там что-то есть к нему? Нет? Да я не видел Это крутой байк Вау Так, надо нажать пару кнопочек У меня нейтралка загорелась Из кнопочки, да Кнопочка загорелась Сейчас он заведется Перед покупкой этого мотоцикла Все мои друзья отговаривали меня от этой покупки Они говорят, что 600 кубов для первого мотоцикла Это слишком много Но я никого вообще не слушал Потому что я сам знаю На что я способен, ребята Я же настоящий четкий пацан Который совладает с любым конем С Мерином, с Жеребцом С Буйволом Короче, вот так вот Мне пацаны говорили Возьми хотя бы 500 кубовую Хонду Сиар Это не так много кубов И она не так сильно валит Два такта Это вообще прошлый век Но сказал, нет, беру себе вот такого Спартака И сейчас я поеду на нем кататься первый раз Прикольно Что-то у меня байк новый А сейчас мы находимся в моем новом гараже Который я делал уже гребаных, наверное, целый год В итоге что, сделали уже освещение Стены, пол закриналили красивый Не закупили пока только оборудование Пока грустно, да, вот стол Из бабушкиного сарая Но зато там есть инструмент Небольшой набор Вот, и что мы планируем, ребята? Мы планируем открывать здесь сервис Ребята рукасты есть, которые мопеды тюнингуют Ремонтируют и все такое Поэтому, если кто-то интересуется ремонтом своего мопеда Битбайка, там, или не знаю, красача Задумайтесь над тем, что вы приехали к нам на ремонт Контакты пока не оставляю, потому что Ну, кредит мне, сука, не дают Даже под проценты никто не хочет дать бабла А нужно всего лишь полтора метра, чтобы сделать хороший сервис, ребята Вот, так что скоро сможете сюда заезжать В каком-нибудь из видео Следующих объявлю набор клиентов Пациентов на ремонт, в общем, да Ну, естественно, перед тем, как начать кататься на этом мотоцикле Его обязательно нужно хотя бы минимально обслужить Потому что хрен его знает Где он хранился, как на нем ездили Меняли ли в нем хотя бы один раз масло И поэтому мы его по минимуму сейчас хотя бы обслужим Поменяв в нем масло И для того, чтобы поменять в мотоцикле масло Берем корыля, естественно, чтобы не видеть на наш красивый пол масла После этого макет, естественно, предварительно прогрет Я прямо на нем сюда приехал Но особо не форсил, потому что, ну, на масло непонятно Мне охота форсить, да и вообще его весело Он будет обслужить Но сейчас хотя бы масло Выкручиваем из байка щуп Чтоб типа там воздух был в системе, а не просто через одну дырку все сочилось Блин, в каком же удобном месте-то здесь щуп, а? Я в шоке И теперь выкручиваем сливную пробу снизу двигателя Вот оно, родименькое полилось Вы только посмотрите, насколько оно черное Просто жесть И жидкое, как с детства Но на самом деле в этот байк льется масло 5В40 Из 5В30 Нет, 5В40, по-моему, но И оно всегда жидкое Но когда оно нагретое, вообще превращается в воду Да еще и из старое Субтитры сделал DimaTorzok Ну и конечно же помажем цепочку Потому что сухая цепь Я бы сказал какую-нибудь скороговорку, но не вывез сейчас с первого дубля Ладно, так и оставим Короче, берем смазку для цепей Мажем цепочку, чтобы она прожила подольше Потому что я вижу, что она как с детства здесь сухая И на первой покатушке мне бы не очень хотелось Чтобы цепь отстегнулась И ударила мне по жопу Так, я думаю, смазал я ее основательно Но все равно эта цепочка проживет уже совсем недолго Потому что она на полную вытянута И уже провисла Поэтому, как я уже сказал В следующем видосе Этот аппарат ждет большое дело А сердце этого спортивного байка Я доверяю маслу от Ликви Моли А полное обслуживание этого аппарата Смотрите уже в следующем видео А сейчас погнали на валю Так, ну для того, чтобы завести этот мотоцикл Нужно Ключа у него нет У него ничего нет Нужно, чтобы загорелась кнопочка нейтрали Но ее здесь тоже нет Да здесь ни хрена нет Что мне делать-то? Даже кнопочки стартера нет Как я выживу? Ни одной кнопочки Попробую потеребонькать вот этот рычаг Спасибо Донатик, ребята, принесли Помашите ручками в видео Это мои подписчики, ребята Это моя целевая аудитория Ой, ногу чуть не сломал О, кажется, он завелся Вот, теперь нужно нажать сцепление И нажать на передачу И немножко дать газу И плавно отпустить сцепление Это очень мощный байк В нем 600 кубических сантиметров И стоит только чуть-чуть Пережать ручку газа И твои тапки сразу же слетают С тебя нафиг Короче, это полный улет Я вообще в экстазе и коматозе, ребята Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа доброе утро ну так получилось я не ломал мост я на мотоцикле там раз в месяц проезжаю максимум какой мост разбил это все сказки но это смотря на чем проект так ну чё нужно прокатиться на этом байке и для того чтобы на нем кататься нужно нажимать скорости вот я сейчас нажал скорость очень очень плавно отпустил сцепление дальше нужно нажимать скорости постепенно вверх и тогда он будет ехать нормально так ну тут небольшая пробочка я не буду обгонять потому что я первый раз сел за руль спортивного мотоцикла настоящего я конечно перед видео на нем один раз попробовал выехать но сейчас я практически первый раз на нем сижу что может пацаны пацаны аж руль трясет Аж заднее колесо уехало в сторону куда-то Ой, ну сейчас 250 хотя бы дам на нем Для первого раза сойдет Вот, на моем новом байке На первом Так, раз-два, раз-два Ой Ну, конечно Да Я на шестой передаче уже еду Очень мощный байк 300 километров Вау Вау Вот это байк Я такого никогда не испытывал вообще, ребята Но я не буду, конечно, гнать Тут лежачие полицейские Поэтому я потихоньку поеду Вот Лежащий еще один Надо потихоньку его проехать, ребята Ой, первый раз еду 120 километров в час Нормально переезжают полицейские Мне Вот, 150 уже 160 Ооо, 170 Вот, кажется, шестая передача опять у меня была Вот, но сегодня я не буду гонять, пока учусь Вот Вот так вот На светофоре на красном нужно стоять А ехать на зеленом, ребята А еще на перекрестке Можно нейтральную передачу лоткнуть Чтобы мотоцикл мог стоять Вот сейчас он стоит Я даже сцепление не держу А перед заправкой за 100 метров Нужно глушить мотоцикл И подъезжать на заглушенном двигателе То есть берете вот так, глушите И едете на заглушенном на заправку 100 метров Вот так Вот так Ой, застрял Ну, дальше его можно потолкать руками Вот И после этого уже можно будет заправляться Так, все, я заправился Теперь мотоцикл На 100 метров нужно откатить от заправки И после этого заводите С машинами то же самое Только я вот не знаю Как их толкать 100 метров Ладно, не буду Надо 100 метров отъезжать И так сойдет Я думаю, меня сильно не наругают Все, нажимаем передачу И можно ехать дальше Субтитры сделал DimaTorzok О, я чуть не разбился, блин Серьезно Еще бы чуть-чуть и я проумер Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, ой, скользко немножко Ребят, если вы хотите, чтобы я посадил на этот мотоцикл пару школьников и они сдохли к хренам собачьим, то обязательно набираем 10 тысяч лайков под этим видео и видос со школьниками размазанными по асфальту выйдет прямо сразу! А с вами был Андрей Скудрец Подписывайтесь, ребятки, делитесь со своими друзьями в детских садах, развешивайте плакаты с названием моего канала, чтобы даже воспитательницы там подписывались и ставьте лайки! Вот, я буду очень рад! Мне нравятся лайки! Всем пока!